Федеральная налоговая служба информирует. 1 января началась кампания по декларированию доходов, полученных в 2018 году. Кто должен обязательно подать декларацию о доходах и как это сделать, мы узнали в налоговой службе Хасанского района. В России началась декларационная кампания. Сообщить о доходах, полученных в 2018 году, граждане должны до 30 апреля. В числе тех, кто должен отчитаться о своих доходах, индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты. Также подать налоговую декларацию должны граждане, которые в 2018 году продавали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения. Получали дорогие подарки не от близких родственников или доходы из-за границы. Сдавали имущество в аренду. Декларацию можно подать как в бумажном варианте, например, через многофункциональные центры, так и в электронном виде. Плательщики могут обратиться на сайт налог.ру. Там на главной странице в разделе физические лица есть программа для предоставления декларации, материалы по ее заполнению, инструктивные материалы, дополнительные. Либо, если у кого нет такой возможности, то могут обратиться в налоговую. У нас у каждой инспекции есть стенд специально оформленный. Значит, бланки предоставляются декларации и предоставляются образцы заполнения. Заплатить налог на доходы физлиц по поданной декларации нужно будет до 15 июля 2019 года. Для тех, кто не предоставит декларацию до 30 апреля или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции. За несвоевременное представление, либо за непредставление декларации предусмотрены штрафные санкции. Это не менее 5% от суммы налога, подлежащего уплате, и не более 100 тысяч рублей. Прием декларации осуществляется по адресу поселок Славянка, улица Блюхера, 22А. Время приема – понедельник-среда с 9 до 18, вторник и четверг с 9 до 20 часов, пятница с 9 до 16.45, вторая и четвертая суббота месяца с 10 до 15 часов. В апреле налоговая инспекция будет работать каждую субботу также с 10 до 15 часов. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.